Кухня ЖКК В первую очередь мы должны прибрать территории, которые лицом к людям, как говорится. Это территории, которые выходят на красные линии улиц, потому что от этого зависит облик всего города. Не ждать даже жителей, мы обязательно это все приберем дворниками, может быть где-то мы выйдем даже с сотрудниками, инженерно-техническим составом, управляющей компанией. Во вторую очередь, конечно, мы уже пойдем во дворы. Те территории, которые должны прибирать дворники, они это все приберут. У нас ведь неравномерно порезанные дворовые территории. Кому-то много досталось, кого-то обделили этими территориями. Какие виды работ входят в понятие весенней уборки в наших дворах и на других придомовых территориях? Прописано в договоре, что мы должны мусор убрать, мы должны подмести, убрать с асфальта песок, который за зиму насыпали. Контейнерные площадки должны быть чистые, опрятные. Раньше не выйти на субботник было некрасиво, но тогда не было управляющих организаций. А теперь они есть, получают деньги и кажется, что наше дело только контролировать. Надеетесь ли вы на помощь горожан? Не надеемся, что количество работников, которые есть в управляющей компании, дворники, техслужащие и так далее, мы можем худо-бедно прибрать эти территории по весне. Может быть, это несколько затянется, то весь май еще будем прибираться. Но помощь жителей, она всегда приветствуется. Конечно, хотелось бы в первом мае все прибрать, но мы понимаем, что не все жители уезжают у нас в сады. Кто-то остается дома и хотели бы оказать даже помощь. Это способ общения, знакомства со своими соседями. Мы ведь знаем дома, на которых есть советы домов, там, где старшие, там, где толсы у нас созданы. Активных граждан мы обзваниваем и спрашиваем, подумайте, когда вы хотите выйти на субботники. Что вам для этого надо? Мы готовы предоставить инвентарь, мешки, даже перчатки. Кстати, первый субботник в нашей стране состоялся 12 апреля 1919 года. Правда, это не была приборка территории. Тогда группа железнодорожных рабочих решила поработать в субботу, чтобы ускорить ремонт локомотивов и помочь армии, воевавшей с Колчаком. Сейчас в городе составляют план работ. К майским праздникам убирают песок, прибирают мемориальные зоны, скверы и парки. Затем начнется озеленение. Есть свои графики и управляющие компании. Есть еще один момент, для чего нужны какие-то графики сразу за приборкой. В первоочередном порядке нужно оттуда мусор вывести. И третий момент, если мешки – это не самая большая проблема. Ветки, деревья, которые в порыве энтузиазма жителей срезают, срубают и так далее. Все же, если у вас есть время, присоединяйтесь к весенней уборке ваших дворов. Никто чище вас не приберет вашу территорию. Плюс это не только повод познакомиться и пообщаться с соседями, но и хороший пример ответственного отношения к своему дому для детей.